Противодействие терроризму вновь тема номер один на краевом заседании Совета Безопасности. Идеологи преступных группировок, запрещенных в нашей стране, не оставляют попытки завербовать жителей Кубани в свои ряды. Мы столкнулись с настоящей идеологической войной против России, против нашего народа, против наших традиций. Потому что сегодня, к сожалению, слишком сильная стала Россия. Слишком, слишком, слишком могущественная страна. Кому-то, конечно, не нравится. Нравится кому-то, не нравится, но мы были и есть, и будем такой могущественной державой. Главное, цель этой войны расколоть общество. Принцип, который мы должны взять за основу, взаимоуважение, подчеркивает губернатор. Кубань всегда была многонациональной и в то же время сильной своими традициями и устоями. Участники заседания – представители разных ведомств и отраслей, образования, спорта, культуры. Но только так, единым фронтом можно бороться за молодые умы. Рекомендации прозвучали для всех участников совбеза. Акцент на профилактическую работу и создание условий для занятости детей и подростков. И, конечно, призыв к родителям – будьте внимательны к своим детям, к их увлечениям и занятиям. Особые слова были также обращены к казачеству. На смену частным охранным предприятиям, не отвечающим требованиям времени, должны прийти казачьи дружины. Об этом же говорил глава НАПО Сергей Сергеев. Казаки должны стать нашим форпостом. Если казак в форме, будет хорошей форме охранять наших детей, то оно и воспитательную функцию будет прежде всего нести. На это можно тратить деньги. Все решения совбеза занесены в протокол заседания. А значит, есть строгие сроки исполнения. Продолжение следует...